Здравствуйте! Теперь в эфире сводка происшествий города и округа за минувшие сутки. Новоуренгойский суд рассмотрит дело мужчины, который снимал порно с участием своей малолетней дочери. Все произошло еще в 2012 году. Тогда 45-летний Новоуренгой с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей на протяжении длительного времени изготавливал порнографические фото и видеоматериалы с участием дочери, которой на тот момент не было и 12 лет. Все ролики мужчина распространял в сети. Также, будучи пьяным, обвиняемый совершал в отношении дочери иные действия сексуального характера, снимая при этом все на телефон и заливая в интернет. Позже его изобличили полицейские. Собрано достаточно улик, доказывающих его вину. Также обвиняемый во всем признался. Его заключили под стражу. В отношении потерпевшей проводятся реабилитационные мероприятия. Уголовное дело передано в суд. В Лабутнанге Урал проехался по легковушке. Все происходящее попало в объектив видеорегистратора, который находился в пострадавшей машине. По опубликованному видео непонятно, находился ли кто-нибудь в этом авто. Зато отчетливо видно, что перед ним по той же полосе сдавал назад Урал. Его движение контролировал мужчина, подававший знаки водителю. В один момент большой груз бесконтрольно покатился назад в аккуратно машину, откуда велась съемка регистратора. На кадры попало то, как большая машина буквально смяла капот менее габаритного авто. В комментирующий пост пользователи предположили, что у грузовика выбило передачу, и он просто не смог затормозить. Информации о пострадавших нет. В Тазовском инвалид едва не устроил пожар в квартире. Так, накануне местные спасатели получили сигнал о том, что из квартиры на улице Пушкина идет дым. На месте они установили, что на кухне подгорела еда, а хозяин квартиры предположительно был нетрезв. Также стало известно, что мужчина – инвалид первой группы. А в пятницу днем в Новом Уренгое на улице Таежной огорел автобус. Как сообщают очевидцы, возгорание произошло в моторном отсеке. Они также добавили, что в момент ЧП в салоне находился один водитель. Мужчина пытался справиться с огнем самостоятельно. Дальше на помощь ему подоспели проезжавшие мимо водители. Информации о пострадавших в этом ЧП нет. В Ямальском районе расследуется уголовное дело, возбужденное по факту обнаружения тела мужчины. Напомню, его тело было найдено 10 июня в акватории Обской губы. Оно оказалось мершим в лед. Труп отправили на экспертизу. Там исследовали уже подгнившее тело и обнаружили на нем телесные повреждения. Следователи устанавливают личность погибшего и обстоятельства его смерти. Расследование уголовного дела по статье «Убийство» продолжается. Обвиняемого в смерти жителя города ждет суд. Напомню, 25 апреля в Новом Уренгое соседская ссора закончилась смертью. Как сообщает следствие, потерпевший, который снимал комнату в одной из квартир города, поссорился со своей соседкой. Та вызвала на помощь своего друга. Выяснение отношений переросло в драку. Тогда обвиняемый два раза ногами ударил оппонента по туловищу. Спустя время тот скончался. Злоумышленника заключили под стражу. Сейчас уголовное дело передано в суд. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова